Мифология и суеверия Страшные монстры со множеством щупалец находят воплощение даже в современных злодеях. Это, например, морская ведьма Урсула из «Диснеевской русалочки», или Брунгильда из «Трех богатырей», или доктор-осминог из «Человека-паука». Но на самом деле осьминоги не настолько пугающие животные, как их описывают в книгах. Это одни из самых странных и причудливых обитателей нашей планеты. Давайте познакомимся с этими морскими обитателями поближе. Осьминоги живут в океанах по всему миру. На этой карте желтым цветом обозначены места их обитания. Осьминог беспозвоночная, а это значит, что у него нет позвоночника. Их тела мягкие и без костей. Из-за этого осьминог очень легко изменяет свою форму. Он может расплющиваться или протискиваться через очень узкие отверстия, небольшие трещины, щели и убегать через водосточные трубы. Существует около 300 видов осьминогов. Они делятся на две группы – глубоководные и настоящие. Глубоководные встречаются только на больших глубинах. Отличительной особенностью строения этих моллюсков является наличие плавников, которые помогают спасаться от акул и других глубоководных хищников. Как видите, эти существа часто имеют причудливый облик. Например, вот этот ушастый осьминожек Дамбо назван в честь маленького летающего слона из мультфильма именно благодаря двум плавникам с обеих сторон тела. А вот группа настоящих или без плавниковок более многочисленная. Обитают они преимущественно на морском дне на небольших глубинах, иногда недалеко от берега. Здесь особенно интересны осьминоги-оргонавты. Самки этого вида, в отличие от других современных осьминогов, обладают раковиной, в которую самка откладывает яйца. Необычным является и тримоктопус. Иногда его еще называют парящий или перепончатый осьминог. Самки этого вида используют для своей защиты специальную мембрану. Стоит сказать и про синекольчатого осьминога – маленького, но чрезвычайно опасного обитателя океана. Он считается одним из самых ядовитых животных на Земле. Синекольчатых осьминогов легко распознать по синим и черным кольцам и желтой коже. Осьминоги сильно различаются по размеру. Самый маленький – осьминог-волчок. Он всего один сантиметр в длину. А самым большим является гигантский тихоокеанский осьминог. Его щупальца по длине, как двухэтажное здание. У осьминогов мягкое тело, одетое в мантию. Мантия – это кожно-мускульный мешок. Мантия зависит от вида осьминогов и бывает гладкая, с пупырышками или морщинистая. Внутри мантии находятся органы – мозг, пищеварительная система, три сердца и другие органы. Все они втиснуты в одно пространство. На нижней стороне мантии расположен рот, в котором находится целый набор инструментов, чтобы вскрыть раковины, которые осьминог не может открыть своими руками. Прямо во рту у него есть жесткий выдвижной клюв, похожий по форме на клюв попугая. Этот клюв полезен для разламывания раковин моллюсков и разрыва пищи на кусочки. Рядом с клювом находится зазубренный язык, который осьминог использует, чтобы выскребать добычу из ракушек, как только панцирь открыт. И если эти инструменты не помогают, у него также есть орган, называемый слюнным сосочком, который используется для просверливания раковин. На голове у осьминога расположены огромные выпуклые глаза. Они похожи на человеческие, только настройка зрения у человека достигается изменением кривизны хрусталика, а у осьминога – удалением или приближением хрусталика к сетчатке, подобно тому, как у фотоаппарата движется объектив. Поэтому производители фотоаппаратов скопировали структуру глаза осьминога и создали объектив камеры, который может давать наиболее четкое изображение. Осьминог относится к классу головоногие, а это означает, что 8 ног этих животных растут прямо из головы. Но эти 8 отростков правильно следует называть руками, а не ногами или щупальцами. На внутренней стороне каждой руки находятся по два ряда присосок. С помощью них осьминог способен хватать и удерживать добычу, а также присасываться к подводным предметам. А еще на присосках есть множество рецепторов, которые позволяют осьминогу ощущать запах и вкус всего, к чему он прикасается. Например, они могут отличать крабов от камней, несмотря на схожие размеры, форму и твердость. Кстати, обычная пища осьминогов – крабы, креветки, двустворчатые моллюски и рыбы. Руки осьминогов невероятно крепкие и гибкие. Без костей и суставов, ограничивающих движение, они имеют почти бесконечный диапазон движений. Сделанные почти полностью из мускулов, руки обладают силой, чтобы бороться с акулами и даже пробивать оргстекло. Инженеры робототехники уже давно интересуются руками осьминогов. Они считают, что щупальца осьминога являются хорошим шаблоном для создания сильной, но гибкой руки робота. Такая рука была бы чрезвычайно полезна в разных операциях или в поисково-спасательных ситуациях. Осьминоги не имеют централизованную нервную систему, как позвоночные. У них мозг не находится в одном месте, как у нас, а разбросан по всему телу. Одна часть находится там, где надо, в голове, а еще есть по маленькой его копии в каждой руке. Причем каждый из этих мозговых центров самостоятелен. Это означает, что каждая рука осьминога, по сути, имеет отдельный мини-мозг, а значит, способна самостоятельно принимать решения. Если бы вы были осьминогом, вы бы могли поймать рыбу одной рукой, передвигаться по комнате другими, делать уроки третьей и играть в компьютерные игры четвертой. Еще одна интересная особенность осьминогов – цвет крови. У большинства людей кровь насыщена железом, поэтому гемоглобин придает ей красный цвет. А вот у осьминогов железо заменено мелью, а вместо гемоглобина в крови гемоцианин, поэтому кровь осьминога синего цвета. Синяя кровь более эффективно переносит кислород в условиях холодного океана. Осьминог в обычном состоянии коричневого цвета, но он может изменять окраску при разном настроении. Например, когда он напуган, становится белым. Если злой, окрашивается в красный. А что означает желтый цвет осьминога? Оказывается, желтым он становится во сне, поэтому понять, когда осьминог спит, очень просто. Осьминог использует множество методов, чтобы защитить себя от хищников. Он может согнуть свое тело, чтобы протиснуться и спрятаться под камнями. Также он может слиться с окружающей средой и замаскироваться, став серым, коричневым, розовым, синим или зеленым. Клетки с пигментами, называемые хроматофорами, покрывают их тела и позволяют менять цвета и узоры. А подтяжка определенных мышц также может изменить текстуру их кожи, чтобы она выглядела как песок, грунт или камень. Один из видов осьминогов был назван осьминог-актер. Он способен изобразить ската, актинию, рака отшельника и других животных. Еще одна защита – быстро уплыть, используя чернила, чтобы отвлечь хищника. В состав чернил входит особое вещество, которое ухудшает запах и вкус, что еще больше сбивает с толку хищника. Ну а если хищник все же поймал осьминога, то последняя защита – это потеря руки, подобно тому, как ящерица отбрасывает хвост. Со временем потерянная рука вырастает снова. Многие, наверное, слышали, что осьминоги – очень умные моллюски. Существует множество историй об осьминогах, которым удается вырваться из своих аквариумов и залезть в другие, чтобы добраться до рыбы. Один осьминог научился самостоятельно откручивать крышку банки, чтобы добраться до сидевшей внутри креветки. Они также способны различать формы различных геометрических фигур и проходить лабиринты. Ну вот и все, что мы хотели рассказать об осьминогах. Надеюсь, теперь вы узнали много тайн и сюрпризов о них и открыли их для себя, как очень необычных созданий.